Всем привет! Меня зовут Александр Дугманов и это еженедельный подкаст Ньюсмейкер «Как тебе такое?» о научных открытиях и новостях прошлой недели, которые напрямую влияют на нашу жизнь. И сегодня о том, как ученые используют искусственный интеллект для оценки красоты и для чтения мыслей людей, а еще пытаются с помощью геноинженерии одержать победу над старением и ВИЧ и обнаруживают суперземли. Начинаем! Об искусственном интеллекте и иранских ученых. Ученые из Исламского университета Азада разработали свою модель искусственного интеллекта, которая будет предсказывать, насколько те или иные женские лица будут восприниматься как привлекательные. Механизм устроен на основе методов машинного обучения и компьютерного зрения. Алгоритм основывается на показателях симметрии и пропорциональности черт. Ученые утверждают, что новый подход будет намного точнее по сравнению с предыдущими исследованиями. Модель была обучена на данных из документального ролика «100 самых красивых женских лиц в мире 2020». Также использовалась информация из лондонской базы данных, содержащей изображения лиц людей в возрасте от 18 до 54 лет. Предполагается, что алгоритм может быть полезен в области психологии и нейронаук и поможет в том числе лучше анализировать взаимодействие людей. Еще искусственный интеллект учит читать мысли. Нейробиологи Университета Техаса в Остине разработали технологию расшифровки мыслей людей с помощью искусственного интеллекта и процедуры сканирования мозга, не требующей имплантаций и хирургического вмешательства. В ходе исследования три человека прослушивали подкасты, а сканирование мозга следило за изменениями их кровотока. Далее нейробиологи использовали искусственный интеллект для сопоставления модели активности мозга с определенными словами и идеями. После этого с помощью сканирования мозга они получили обратную расшифровку истории, которые слушали участники. Дословно воспроизвести текст не удалось, однако общий смысл и основные образы полностью совпали. Исследователи надеются использовать технологию для общения с людьми, которые не могут говорить. Однако аспект приватности и неприкосновенности частной жизни в этом смысле вызывает вопросы. А тем временем генная инженерия все еще пытается сохранить на молодость. Ученые Калифорнийского университета Сан-Диего нашли способ замедлить процесс старения клеток, который является одной из главных причин старения организма. С помощью редактирования генетических цепей они увеличили продолжительность жизни дрожжевых клеток в среднем на 82%. Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как работает схема старения клеток, а затем разработали и реализовали настройку этого процесса. Измененные клетки растут и делятся быстрее, чем обычные. Это позволяет предположить, что они остаются здоровыми. Хотя клетки дрожжей и имеют некоторое сходство с человеческими, результаты еще нужно проверить на других типах клеток. Это открытие может изменить подход к лечению возрастных заболеваний. Та же генная инженерия учится лечить людей с ВИЧ. Группа исследователей из медицинской школы Льюиса Катца в университете Темпл и университета медицинского центра Небраски работает в области генной инженерии именно для лечения ВИЧ. Ученые создали генную терапию, которая может бороться с ВИЧ путем изменения ДНК иммунных клеток. Они вдохновились случаями, когда у людей ВИЧ исчезал после пересадки костного мозга с определенными мутациями. В экспериментах на мышах лечение полностью подавило размножение вируса в организме 58% грузунов и привело к стабилизации численности Т-клеток. Следующим шагом для ученых будет проверка эффективности лечения на приматах. До людей, правда, пока далеко. Но и как же без космоса? Астрономы, используя телескоп ТЭС, обнаружили две суперземли в системе, которая находится недалеко от Солнечной системы. Экзопланеты были найдены методом транзита, когда они проходили перед звездой и изменили ее яркость. Обе планеты находятся в обитаемой зоне красного карлика, который примерно в два раза меньше Солнца и имеют равновесную температуру, позволяющую сохранять на поверхности жидкую воду. Астрономы будут продолжать наблюдать за этими планетами. Первая из них находится ближе к звезде, ее радиус составляет около четверти Земли, а период обращения 17,5 дней. Равновесная температура на этой планете составляет почти 74 градуса по Цельсию. Вторая планета находится дальше от звезды, ее радиус 7,5 раз больше, чем у Земли, а период обращения составляет 28 дней. Ее равновесная температура составляет 24 градуса. Для сравнения, равновесная температура Земли составляет минус 19 градусов по Цельсию. Подчеркиваем, это не средняя температура поверхности планеты, а диэритическое значение, которое имела бы планета, если бы являлась абсолютно черным телом, нагреваемым только звездой, вокруг которой она вращается. На сегодня на этом все. Не забывайте подписываться на подкаст «Как тебе такое» в Google подкастах, Кастбоксе и вот-вот уже и в Apple подкастах. До следующей недели! Субтитры подогнал «Симон»